Главные темы выпуска. Принц Уэлем не может закрыть рот. Британцы требуют показать Кэтрин. На глазах у всего мира полетел к любовнице. Но кто? Все расскажу. Кто оплатит свадьбу? Испании поставили ультиматум. И еще обсудим мероприятие монарха, медаль королевы и многое другое. Будет интересно. И начнем, как всегда, с принцессы Уэльская Кэтрин. Ингрид Сьорд появилась на Доброе утро Британии, а еще она давала интервью одному известному журналу и сказала «Я лично вижу отличные признаки выздоровления принцессы Уэльской Кэтрин. Вы что, не заметили? Она наняла нового секретаря, а это значит, она еще жива, не мертва. Не переживайте, пожалуйста». Когда я читала эту статью и смотрела «Доброе утро Британии», я буквально была в ужасе. Зачем говорить подобное? Раз нанимает секретаря, значит, еще есть надежды. Очень странное повествование от Ингрид Сьорд. Я не хотела бы продолжать эту тему, потому что мы ее уже, я про принцессу, тысячу раз умертвили и воскресили. Сегодня у нас чисто позитивный выпуск, но довольно-таки скандальный. Еще я хотела бы добавить, что на Доброе утро Британия нас с вами реально удивили. Вот сейчас буду рассказывать. Они требуют от дворца, причем они не уточняли от какого именно, я так понимаю, что в общем от королевской семьи, требуют фотографии принцессы Уэльской Кэтрин. И не просто фотографии. Эта фотография должна быть сделана в саду, первая. Во вторую очередь, с ней должны быть дети. Красочная, красивая, жизнерадостная Кэтрин вместе с детьми в Виндзорском саду или в саду в Норфолке. Это то, что нужно для того, чтобы мировые СМИ заткнулись. Я лично полностью поддерживаю. И на Доброе утро Британии об этом говорили довольно-таки долго и громко. Все-все-все хотели увидеть подобную фотографию. Ну а принц Уэльский Уильям, как всегда, не может заткнуться. Вся вина, которая возлагается на Кенсингтонский дворец, вы же понимаете, что глава Кенсингтонского дворца и что вообще само понятие дворца, это и есть воплощение принца Уэльского Уильяма. Там все происходит так, как хочет он. Хотела бы подчеркнуть, что мировое сообщество возлагает на него всю вину. Наверное, с этим хватит, но сам принц Уэльский меня лично смог удивить ночью. Дело в том, что эти публикации появились где-то в 11-12 часов вечера по Лондону. Я посмотрела и подумала, что нужно в какой-то момент взять себя в руки и постараться хотя бы какое-то время помолчать. Дело в том, что представитель дворца Кенсингтонского снова появился и сказал, что принц Уэльский работает. Он чрезвычайно занят. И это гораздо важнее, чем социальные сети и все эти требования от СМИ и так далее. То есть от всех нас примерно. На самом деле это так. Например, Букингемский дворец никогда так не поступает. Они выпускают заявления, отвечают на вопрос СМИ или что-то выставляют в своих социальных сетях, в своих аккаунтах. И дальше они никак не комментируют, не вступают в диалог. Что касается Кенсингтонского дворца, вместо того, чтобы порадовать общество, разоблачить всех этих злопыхателей и сказать пару слов по делу о принцессе Уэльской Кэтрин, даже если им не хочется, они вместо этого постоянно ругаются со СМИ, социальными сетями, со всеми нами. Не будем говорить, на это у них есть время и, как вы понимаете, желание. Я не считаю, что это правильно, как считаете, вы обязательно пишите. Я хотела бы подчеркнуть, что в других монархиях подобное невозможно. Сложно, по крайней мере, себе такое представить. Например, княгиня Шарлен Монако, вспоминаем, это было совсем недавно. Также страшные слухи ходили, но дворец постоянно обновлял информацию, рассказывал и про диагноз рассказали. Все было по-другому, мягко говоря. Что же касается испанской журналистки Кончика Лехи. Я забыла об этом вчера рассказать на Амуре Ройл. Помните ее прогноз, что она появится осенью, скорее всего, в сентябре-октябре. Так вот, если верить СМИ и тому, что появилось сегодня, мы ее скоро точно не увидим. Всем добрый вечер! Вы смотрите канал Deutsche News. Меня зовут Альбина. Поздравляю наши любимые зрительницы с наступающим праздником, женским праздником. Желаю вам всего самого наилучшего. Будьте здоровы, процветайте, цветите, как весна. Пусть все-все-все в вашей жизни складывается, как хочется именно вам. Желаю от всей души, а значит, все-все-все сбудется. Принимаем ваши поздравления в комментариях. Ну, а я хочу продолжить свой рассказ. Но прежде помните, что розыгрыш состоится 15 марта. Будем разыгрывать подарочки. Ни в коем случае не пропускайте наши видео. А завтра на канале Амуре Ройл также выйдет праздничный выпуск. Ни в коем случае не пропускайте. Буду объявлять, кто выиграл на этой неделе, кто правильно отвечал на каверзные вопросы. Будет, как всегда, познавательно, интересно, зажигательно. Ну, а я спешу продолжить. Еще раз поздравляю вас. Давайте подведем небольшой итог. Британцы требуют больше прозрачности, посмотрев на то, как все показывают на них пальцем, как все обзываются, что у них там монархия какая-то не такая. И что касается короля, также требуют рассказать больше, чем известно на данный момент. Монарх, кстати, появился, он все слышит, его команда работает гораздо лучше, профессиональнее и слаженнее, поэтому перейдем к теме про него. Перед вами монарх. Вы видите фотографию папарацци, которую разместили в британских СМИ. Ничего страшного, монарха фотографировать можно. Он в этот момент покидает Кларенс Хаус и отправляется в Букингемский дворец. Во дворце у него было несколько встреч запланировано, например, с послом Алжира и с послом Мавритании. Вы видите, как они ему передают письма от глав государств. Ну, больше ничего не рассказано, поэтому смотрим, как он встречался с разведенным Джастином Трюдом. Канада, как вы знаете, входит в Содружество. Елизавета II обожала ему улыбаться. Не знаю, что она в нем хорошего нашла, но тем не менее, король также пожелал ему улыбаться. Все было довольно-таки мило. Они друг другу поулыбались. Это все, что мы знаем. О чем они говорили, все это осталось как-то за бортом. А сейчас мы с вами будем разгадывать, как такое могло произойти, как она могла выйти замуж. А мы с вами и не в курсе, и еще хвастается кольцом, и еще появилось платье невесты. Речь идет о незаконорожденной дочери князя Альбера, Джасмин. Вот такие фотографии появились в сети, газеты кинулись спрашивать у нее, ты что, тайно вышла замуж? Как это так? А мы ничего и не знали. Ужас царит среди СМИ, потому что это такое событие, вы же знаете, сколько денег у князя Альбера. И здесь я хотела бы немножко переключиться именно на княжескую семью и подчеркнуть, вы же знаете, что я за всеми слежу, такой большой брат, да. И князя Альбера долгое время не было, как и княгини. Они работают каждый день, появляются каждый день, а здесь такой перерыв, целая неделя. А теперь, оказывается, она сфотографировала себя или сфотографировали ее в свадебном платье, показала кольцо, возможно, они отмечали, праздновали свадьбу. И, скорее всего, князь оплатил свадьбу своей дочери. Тем более, что сама Джасмин не бедствует. Помните, я вам совсем недавно рассказывала, что у нее огромное пособие. В год она получает что-то около 350 тысяч евро. Немало она живет в Калифорнии со своим женихом. Кстати, она встречалась со своим женихом 8 лет. Вот такое колечко получила взамен. Счастливая пара. Девушка очень приятная. Мама ее отлично воспитала, хоть и без особого участия отца. Вот, пожалуйста, напишите, как вы считаете, кто оплатил эту свадьбу? Неужели жених? Теперь, почему я вдруг упомянула это шоу, всем вам хорошо известное, Большой Брат. Дело в том, что дядя принцессы войска Кэтрин, Гэри Голдсмит, сейчас снимается в этом шоу. Сколько про него публикаций? Ну, я не знаю. Можно перечислять весь выпуск. И как вы думаете, кто-нибудь спросил у него на этом шоу про здоровье принцессы войска Кэтрин? Про то, что происходит за закрытыми дверями. Он, конечно, сделал вид, что в курсе, все знает. Но рассказывать не собирается, соблюдает этику, говорит, что красавица, что очень важно, красавица, принцесса войска Кэтрин, выздоравливает, продолжает свое лечение. Это слова дяди. Еще он много всего интересного наговорил. Например, сказал, что они хоть его и не жалуют, он лично считает, что Уильям свой парень в доску, что они обожали принца Гарри. Вот так любили, так любили, что никакими словами невозможно описать. Но он сказал, что Меган Маркл во всем виновата, что она создала всю эту драму между братьями, королевской семьей, Монте-Сито и так далее. Без нее принц Гарри никогда не стал бы таким человеком, что она все испортила, воспользовалась наивным принцем Гарри, что его нужно лишить, как вы понимаете, титулов, что это было бы в тему очень даже хорошо. Но он все-таки думает, что принца Гарри обожают, и если вдруг он вернется, то, может быть, его простят, его вновь полюбят, пожалуют. Что-то вроде этого он там болтал. В The Sun появилась публикация о герцогине Сасекской. Они все подсчитывают ее убытки и то, как у нее все плохо. Нам с вами отсюда незаметно, что у нее все плохо. Она только и меняет все эти бренды и улыбается нам с фотографии. Но, тем не менее, вот Лимонада Медиа, где у нее будет выходить ее подкаст, архетипы, контракт оценили. Сейчас внимательно слушайте. Меньше 2 миллионов долларов. То есть 10% от предыдущего контракта со Spotify. Это очень и очень мало. Убытки 16 миллионов. Боже мой, как она это переживет? И вот вся эта статья о том, что она не сможет это пережить, что дешевеет у всех на глазах. Но это, конечно же, отчасти правда. А сейчас готовы посмеяться. Только вчера я рассказала на канале Amore Royal, эту стриптизершу видели, которая с трусами там стояла. Кстати, она их, по-моему, за 200 тысяч продала. Мы вам рассказывали. Так вот, она хотела интимные фотографии принца Гарри выложить на портале OnlyFans. А они ее побежали и заблокировали. Кто же, интересно, пожаловался? Неужели сама Меган Маркл решила вот так вот в момент избавиться от назойливой стриптизерши? Как считаете? Но, тем не менее, она найдет путь, как их опубликовать. Я уверена, это ее только раззадорит. Как считаете? А сейчас, как я люблю говорить, скандаль. Скандаль. По-другому это не назвать. Мы с вами переносимся в Данию. Точнее, не в Данию. Там король не хочет находиться в самой стране. Поэтому постоянно, тайно появляется на территории, у кого есть какие-нибудь догадки. Правильно, на территории Испании. А там уже папарацци во всеоружии ждут короля Фредерико X. Я не шучу. Вот сейчас не буду стесняться. То есть, мы с вами думали, что он нанес урон короне датской. Что он будет обходить стороной Испанию. И даже я бы посоветовала ему обходить стороной все латиноамериканские страны, включая Мексику, где пряталась та самая Казанова. Но что мы видим? Он, абсолютно не стесняясь, появляется на территории Испании. За это время, с начала года, а сейчас, напоминаю, 7 марта, он появился на территории Испании. И это доказано несколько раз. А один раз его даже сфотографировали. Последний раз он был в Испании 3 недели назад. Каждый раз, внимание, один. Еще раз повторяю, каждый раз один. До этого, когда его еще не обвинили в связи с Дженовеевой Казановой, он там также часто появлялся. Буквально каждые 2 недели. То есть, ему реально заняться нечем. Я знаю, мои любимые зрители, что вы очень легко к этому относитесь. Я про измены. Сейчас вы мне напишите, что я чересчур принципиальная. Что все мужики изменяют. Что ничем не лучше эта королева датская Мария. Крон принцесса Мэри бывшая. Для тех, кто страдает от того, что я не говорю теперь Мэри. Вот у кого-то прям страдания. Ладно, не об этом речь. Так вот, если сосредоточиться на том, что произошло, она остается дома. Она, значит, такая королева там. Мать, извините за выражение. Она, конечно, так не выглядит. Я все понимаю. Они довольно-таки молодая пара. Пусть у них и четверо взрослых детей, или сколько там у них детей. В любом случае, я лично не понимаю королеву Дании Марию. Уж слишком она ему все позволяет. Он катается в Испанию. И теперь самый интересный момент. Буквально пару дней назад, или в прошлом выпуске, я вам рассказала, что Дженнавева Казанова сейчас снимается, правильно, в Испании. А в шоу она вернулась, и он также вернулся в Испанию. Или другую себе нашел. Неважно, не имеет это значения. Точно, просто так он там не появляется. Еще я хотела бы отметить, что до этого она, как раз Дженнавева Казанова, появилась в Испании после Нового года, но не давала о себе знать. И он после Нового года, ну вот после этой мини-коронации, вступления в должность, или что там, он также решил несколько раз отметиться в Испании. Ну, очень это все интересно. Я бы хотела бы еще раз призвать вас как-нибудь это прокомментировать. И чуть не забыла, чуть не забыла, чуть не оставила вас без важной информации. Эта Дженнавева Казанова совсем недавно, на днях вернула социальные сети, и сказала, что любовь – это единственный путь. Что? Любовь – это единственный путь? Какая любовь? Запретная? Та, что мешает жить и дышать королеве Марии? Именно это она имеет в виду очень странно. Кроме этого, оказалось, что у нее есть какие-то поклонники, которые поддерживают ее, и она там извинялась, всех благодарила, говорила, что очень рада, что у нее есть поддержка. Интересно, они хотят, чтобы она и дальше мотала нервы королеве датской? Как считаете? А теперь не так интересно, жив он или нет. Вот, не знаю, вот очень интересно. Ультиматум целой стране, целой Испании, не только мадридскому королевскому двору Бурбона, но и правительству Испании, поставил любовник бывшей Летиции, по крайней мере, он об этом вовсю кричит на всех углах, ультиматум поставил всей стране королевской семьи Хайме Дельбурга. Помните, я вам о нем рассказывала. Эта история не имеет конца, столько скандалов, столько переплетений хитрых. Но давайте я начну с подробностей. Хайме Дельбурга, предполагаемый любовник королевы Летиции. Я вам рассказывала. Он в своих социальных сетях много чего о ней пишет, а теперь СМИ подчеркнули, что он официально обратился к правительству Испании, королевской семье и лично королеве Летиции с ультиматумом. Если вы хотите у меня что-то официально спросить, то я открыт для диалога, прежде чем я разглашу информацию о королеве Летиции и о правительстве Испании. Представляете, вот так. Что же произошло после? Какая реакция была? Мы не знаем, жив он или нет. После этого произошло только одно. Он удалил все содержимое своих социальных сетей. запрещенных у нас, как вы понимаете. То есть, страница, аккаунт у него остался, а все, что было внутри, исчезло. Самого нигде не видели. Напоминаю, что Хайме живет в Великобритании. Еще напоминаю, что он богат и навряд ли хочет денег от испанской короны. Или я ошибаюсь, может он жадненький. Еще от себя лично я хочу напомнить вам, что у него очень скоро должна выйти книга про королеву Летицию и, наверное, про Испанию, про все, что происходило. И он по совместительству Шурин, королеву Летиции, был женат на ее сестре. Очень все интересно. Посмотрим, что произойдет дальше. Надеюсь, он жит. Ведь нам интересно. Мои любимые зрительницы, мы с вами переносимся в королевство Иордании. И, скорее всего, картинка. Видео уже перед вами. Посмотрите, как мы вас радуем. Королева ранее чествовала женщин. Пригласили огромное количество прекрасных девушек во дворец и устроили им праздник. Все это, конечно же, относилось к Международному женскому дню. Все-все-все перед вами. Королева ранее была улыбчива, всех приветствовала. И еще она вручала вот такие вот ордена. Скорее всего, вы также видите их на видео. Хотела бы отметить, что ранее выглядела волшебно. Мне кажется, что национальные костюмы ей к лицу. Она умеет их носить как-то по-современному, если можно так сказать. И самое интересное, что в этот день появился король Абдалла. Не только поздравил всех присутствующих женщин, и еще заметили, какая у них охрана Финти Персова. Да-да, кто узнал, кто это? Обязательно пишите в комментариях. Так вот, если вернуться к теме, появился король Абдалла, поздравил всех женщин, также вручал награды и вручил орден возрождения своей супруги, королеве ранее. Я не знаю, помните ли вы, как я множество раз подчеркивала, что ранее умеет красиво давать интервью, красиво говорить. Ее посты всегда такие трогательные. И вот она получила эту награду, орден возрождения из рук своего супруга. Была очень рада. Это за всю ее работу, которую она проделывала все эти годы, будучи и принцессой, и королевой. Конечно, это очень мило. И также она вернулась в свои социальные сети и поблагодарила всех. А мы с вами переносимся в Швецию. Мы видим на фотографиях, как король Карл Густав позирует вместе со своей дочерью, наследной кронпринцессой Виктории. Виктория носила костюм, леоперт. Последнее время она к нему пристрастна, очень даже интересно. Но это был праздник 50-летия этой формы правления, которая сейчас там в Швеции есть. Что-то вроде этого. Мы с вами видим перед собой принца Даниэля. Он появился на каком-то заводе. Они говорили о морской энергетике, о экологии. И он общался еще о предпринимательстве со студентами. Ну а сейчас вы видите перед собой короля Филиппа в парадной военной форме. И это кавалерийский полк Форнезио. Ему исполнилось 375 лет. Вот такие снимки появились в сети. Похвастался ими дворец, а также показал вручение медали экс-королеве Софии. Она выглядела сногсшибательно. И вручили золотую медаль Балиарские острова за развитие отношений и за долгое сотрудничество. Плодотворное. Сара Фергюсон на Global Citizen. Это Австралия, Мельбурн. Я вам немного об этом рассказывала, но сегодня она сама выложила в своих официальных аккаунтах и СМИ подхватили. Она носила дочи Габбана. Как вам? Это, кстати, повтор. Изумрудный оттенок. Очень красиво подчеркивает ее ярко-рыжий оттенок волос. Еще я хотела бы подчеркнуть, что она во время выступления была крайне эмоциональна. Вы же знаете, что она это умеет. И еще всех там тискала, обнимала, улыбалась, что-то там доказывала. На этом все, наши любимые зрители. Выпуск подошел к концу. Пожалуйста, пишите, как вам эти зажигательные новости. Они нам не дают скучать. Пожалуйста, помните, что вчера выходил выпуск и на Аморы Ройл. Надеюсь, вы его уже посмотрели. Если нет, то ссылку найдете в инфобоксе. Подписывайтесь на наши социальные сети. Пожалуйста, берегите себя. Увидимся завтра, 8 марта. Буду вас радовать и удивлять. Впрочем, как всегда. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok